Всем привет, мои дорогие! Как обещала, покажу быстренько, как я храню свою капусту. Вот моя красавица, девчонки, больше суток пролежала в доме. Обсохла вся, очень хорошо так обсохла. Вообще ничего не осталось влажного. Что я делаю, ребята? Конечно, еще снимаю лист. Вялый он не нужен. Если капуста не очень плотная, девчонки, я вам просто посоветую поснимать все эти листы, которые неплотно прилегают к самому качанчику. То есть удалить все ненужное. На ваш глаз, каждая хозяйка сама знает. Вот такая красавица у меня получается. Сухая, не влажная. Дальше, девчонки, обязательно удаляем, как можно короче плодоножку. Ну, конечно, чтобы листочки не отвалились. Ну и чтобы ее не было. Вот. Вот такая почти гладкая штучка получается. Я взяла маленькую, девчонки, большую. Не хочу, она не влезет в объектив телефона. Вот, обираю все. То, что мне не нужно. Глазом смотрю, потому что есть уже червоточинки. Все это естественно. Природа не может быть идеально красивой. Это капуста, которая продается у нас в пятерках и в магнитах. Такая иногда красивая. А на самом деле не знаешь, что там есть. В общем, вот это я все удаляю и приготавливаю в таком виде свои вилочки. Вот. Ну, конечно, совсем они не будут сухими. Влага немножко остается. Я же срезаю. Ну, ничего страшного. А дальше, девочки, мальчики, скажу вам по секрету. Сколько я не пробовала всяких способов хранить капусту. Рассказываю, были без прикрас. Мы с мужем раньше оставляли кочерыжки, подвязывали вниз головой. Нас так училась свекровь. Нифига, девчонки, гниет и все. Потом подвязывали вниз головой на проволоке в подвале и заворачивая все это газетой. Только потом дотункала умом своим. Вроде бы с высшим образованием. Что ж ты делаешь? Там же цинк. В газете все эти, ну, то, что раньше печатывались газеты, там везде цинк. Тоже все это гнило. И однажды натолкнулась я уже в Ютубе на способ заворачивания в пленку, девочки. Ну, как говорится, Ютуб это не всегда нужно ему доверять. Но я попробовала. Сначала пробовала, девчонки, вот такой пищевой обычной пленкой. У меня тут разные варианты. Я достала все из своих ховолок. Вот, это была большая, уже последняя, конечно, самая удобная. Большая по ширине. Закупила я себе, затарилась пленочкой. Конкретно вот у меня тут запасы. Родины, как я говорю. А потом случайно попалась мне вот такая зелененькая пленочка в фикс прайсе. Как-то я, ну, скажу вам честно, с пренебрежением на нее посмотрела. Думаю, цвет у нее зеленый и тонкая она. Ну, и цена, соответственно, не всегда мы верим фикс прайсу. Но, вы знаете, вот в этой зеленой лучше всего хранится моя капуста. У нас подвал, скажу, прямо под домом, внизу, прямо под кухней. Я когда-то показывала там в предыдущих видео. Подвал теплый. Вот сейчас уже морозы, но муж не закрывает дверь, чтобы, ну, хоть какой-то воздух двигался там. Но даже в таких условиях эта капуста лежала идеально, девочки, завернутая в пленку. Еще что хочу сказать. Даже если вот в этом году мы последние кочаны муж занес уже где-то в конце мая. Конечно, верхние листочки уже были не очень хорошего качества. Но если нет никакой вообще капусты, нет еще в магазинах, снимала я и пускала в пищу. А хозяйство так вообще за милую душу все это умолачивало. Но, ребята, самое главное, если бы мы про нее забыли, а так было один год, что мы забыли про нее, она долежала в подвале до ужасного состояния. То есть уже она стала мягкая и черная. Но запаха в подвале нет. Этого специфического капустного запаха, скажем прямо суперароматного, в кавычках, нет. Потому что пленка эта держит все в себе. Поэтому, девочки, кто еще не нашел себе способ, и мальчики, хранение, кто хранит, может, там на балконах где-то, смело заворачивайте в пленку. Но, конечно, старайтесь очень и очень туго. Выпускайте весь воздух. Не жалейте. Вот я затарилась. Еще у меня есть вот такая пленочка, тоже была я фикс прайсинг. Видно вам, наверное, в запас. Я не жалею. Пусть я больше потрачу пленки, но в несколько слоев все это оббалакиваю, чтобы доступа воздуха совсем не было. Способ действительно, ребята, работает. И работает замечательно. Иначе мы бы остались без капусты. Ну, сколько там я посолю? Ну, три банки. Раньше мариновала с аспирином, с уксусом. Но это не то, ребята. Ну, что вы. Когда свеженький вилочек возьмешь зимой, и пожалуйста. Особенно, если большой, кто любит голубцы. Милое дело. Поэтому сейчас я буду вот так пленочкой уматывать все свои белочки. Плотные, конечно. Те, которые треснутые немножечко, или, ну, видно, что они белокочанные, долго не полежат. Я их пущу на салат. Что еще хочу, ребята, сказать. Что в этом году, вот не зря у меня такой большой запас. Я решила, говорится, муж меня поддержал. Я точно так же попробую завянуть еще свеклу. Египетскую, потому что свеклы очень много у брата. Очень много. И такая сладкая, отличная свекла. Но она уже начинает вянуть. Свеклу, которая крупная, на винегрет запакую точно так же. И даже попробую редьку. Дедушка у нас вырастил маргеланскую редьку. Вот именно таким способом. Ребята, вы не пожалеете. А у кого вообще не очень большой урожай, так, Господи, бери и делай. Поехали. Хорошая эта затея. И люди, которые это выставили на YouTube, я им благодарна. Потому что, ребята, скажу вам прямо, очень много обманов. Вот три слоя у меня получилось. Сейчас, наверное, еще один пройду. Потому что пленочка очень тоненькая. Но это замечательная пленка. Кстати, сейчас она пропала в фикс прайсе. Сколько я не ездила не только у себя в райцентре. В соседний райцентр ездила. Ездили мы в Курске, обращали внимание. Нет ее. Может, мне не попадалось. Но кто увидит, девчонки, цена ее, по-моему, была 55 рублей. Не жалейте денег. У кого своя капуста без ГМО. И сохраняйте урожай. Вот так, мои дорогие. А я сейчас буду заниматься. Много у меня капусты, конечно. Если честно, столько, может, и не съедим. Но запас карман не живет. Как вы все знаете. Вот так она будет лежать. Уверяю вас. До весны. А у кого хороший подвал, то и до июня месяца долежит. Все, поехала дальше. Маленькую. Главное, девчонки, поглубже обрежьте. Коченые кочерыжки эти. Вот у меня еще одна. Вообще, вот люблю вот такую. Вот. Вот это мой размер, как говорится. Берешь ее. Сразу вот на один раз на борщ. На рагу. Еще на что-то. Ну, вот это еще ничего померное. Огромная, конечно, большая. Потом остается в холодильнике. Ну, тоже, если я отрезаю половинку, никаких пакетов. Девочки, умоляю вас, заклинаю. Сразу пленку пищевую, в такую зеленую, замотали потуже. И она будет у вас лежать в холодильнике хоть две недели. Даже краешек, вот сам, где вы отрезали, не потемнеет. Пробовала, ребята, еще когда-то по слабости ума, как я всегда выражаюсь, морозить капусту. Нет, это не крестьянское дело. Потому что она теряет свой вкус, теряет вид даже свой, желтеет. Это не то. А вот так сохранить, хоть в холодильнике, хоть в подвале, самое лучшее дело. Все, мои дорогие, поехала я, поехала заниматься своими делами сельскими. Пока-пока, мои хорошие. Субтитры создавал DimaTorzok